Называйте это как хотите. Зазеркалье, разрыв шаблона, театр абсурда или сюрреализм. РФ продает Украине комплектующие для военной техники, чтобы Украина воевала с войсками РФ на Донбассе. Дмитрий Тинчук заявил, украинская армия завязана на советской технике, а заменить ее сейчас невозможно из-за колоссальных затрат. Украина вынуждена в обход запретов продолжать покупать российские комплектующие для военной техники. Заявил народный депутат от Народного фронта Дмитрий Тинчук в интервью Апострофу. Есть выход, либо закупать в России, либо нигде. Нигде, это означает, что ту технику, которая сейчас выходит из строя во время боевых действий, можно не ремонтировать, ремонтировать нечем, нет комплектующих, сказал он. Нардеп объяснил, что украинский военно-промышленный комплекс сможет обеспечить потребности украинской армии лишь на 40%, а заменить советскую технику в армии сейчас невозможно из-за колоссальных затрат. Соответственно, наши предприятия, поскольку есть запрет на торговые отношения с Россией, начинают правдами и неправдами получать комплектующие российского производства, но не через закупки, и не потому, что это коррупционные схемы, а потому, что по-другому, это уже нарушение запрета, рассказал Тинчук. В феврале СМИ писали, что Украина торгует оружием с Россией, причем Москва оказалась крупнейшим партнером Киева на рынке оружия. В прошлом году россиянам продали вооружение больше, чем при экс-президенте Викторе Януковиче. В прошлом году Украина продала россиянам вооружение больше, чем при Януковиче. Самым крупным партнером Украины на рынке оружия оказалась Россия. Об этом пишут вести, ссылаясь на доклад Стокгольмского института исследования проблем мира. В исследовании говорится, что в 2016 году Украина экспортировала в Россию военных товаров на сумму 169 миллионов долларов. Примечательно, что за прошлый год объемы поставок в РФ выросли на 72% и стали больше, чем во времена президентства Виктора Януковича. В документе говорится, что главным партнером России в Украине является предприятие «Мотор Сич», которое поставляет двигатели для российской авиации. При Порошенко Украина продала России военные продукции больше, чем при Януковиче. В прошлом году наша страна экспортировала в РФ продукции военного назначения на сумму 169 миллионов долларов. Россия оказалась крупнейшим партнером Украины в военной сфере. Об этом свидетельствует исследование, которое ежегодно проводит авторитетная международная организация, Стокгольмский институт исследования проблем мира. По последним данным СИПРИ, которые есть в распоряжении вестей, в прошлом году Украина экспортировала в РФ продукции военного назначения на сумму 169 миллионов долларов. Именно россияне стали крупнейшими покупателями товаров украинского вооружения. Даже на поставках отечественных танков оплоть Таиланду наша страна заработала меньше. Всего за год объемы поставок в Россию выросли на 72% и оказались выше, чем во времена президентства Виктора Януковича. Согласно докладу СИПРИ, крупнейшим партнером россиян в Украине является мотор СИЧ, который поставляет нашему восточному соседу двигатели АИ-222. Владеет компанией запорожский бизнесмен Вячеслав Богуслаев, бывший регионал, а сейчас народный депутат от воли народа. По данным СИПРИ, контракт мотор СИЧИ с российским авиастроительным заводом «Сокол», который собирает ЯКИ, предусматривает поставку 218 двигателей. Украинские авиационные моторы устанавливаются на ЯК-130, российские легкие штурмовые самолеты, на которых обучают военных летчиков, в том числе поражать наземные цели. Кроме того, в феврале этого года всплыла информация о том, что мотор СИЧ разработала турбовальные двигатели АИ-136Т для российского вертолета. Отмечается, что объем поставок в 2012-2016 годах достиг самых высоких показателей по сравнению со всеми предыдущими пятилетними периодами со времени окончания Холодной войны. При Порошенко, Украина, продала, России, военные продукции больше, чем при, Януковиче. Продолжение следует...